привет так непривычно голос слышать да, давайте я представлюсь меня зовут Марина я уже писала, где я работаю но когда я это написала выяснилось, что я не могла это написать почему-то у нас какие-то строгие правила относительно всяких брендов где я работаю, это секречено вот, поэтому я намекну это достаточно большая такая развлекательная организация конечно же не наша, а американская но не работает никак вообще теперь сработала да в общем, да, никакие бренды я вам показывать не могу я вам могу показать шоу, которые, собственно, сайты мы делаем под шоу они немного сумасшедшие собственно я выбрала самые приличные моменты, чтобы показать приличным людям у нас около порядка десяти сайтов они постоянно раз в год у них случается редизайн дизайнеры рисуют что-то для них новое нам это надо новое что-то сверстать собственно, для этого мы используем Triforce Triforce это ну, наш внутренний фреймворк библиотека, да что-то случилось? все хорошо которая помогает нам это делать я не знаю, вы готовитесь к докладам, которым вы идете гуглить и вообще инфу вот, допустим, я написала фреймворк Triforce я не пытался узнать, что это такое есть в 2010 году да, вот человек нашел мы тоже гуглили на самом деле здесь вот их два есть в 2010 и 2012, по-моему, год но это все не то наш фреймворк закрытый так случилось его еще нет в open source его нет на GitHub его используем только мы но используем на многих сайтах вот, и он помогает нам делать сайты быстрее и, собственно да, Triforce издали там дельно собственно, почему вообще я вам про это рассказываю зачем вам знать про фреймворк, который вы ну, пока не увидите а в ближайшем будущем я вам рассказываю почему потому что мы планируем его сделать открытым во всяком случае наверное я не сильно сдам опять-таки секреты не знаю, что можно говорить что нет у нас часть команды вот здесь работает а сейчас команда американцы и вот та команда которая работает здесь это их большая половина большая часть вот мы все за то, чтобы это сделать open source и тихонечко дома пока никто не видит над этим мы работаем а про американцев сказать ничего много не американцы мы на таком языке разговариваем а вот собственно почему мы взяли Triforce тут очень много людей которые учатся умеют работать на других фреймворках ангулярах на бэкбонах там менее популярных реакт например фейсбук свой написал почему мы решили взять и написать свой фреймворк тоже очень философский вопрос я честно говоря наверное это единственный вопрос на который я мучилась вот чтоб вам ответить решила задать его сама себе ну чтоб не вы мне его задавали а ответ простой наверное то что мы собрались сделать с большего можно было сделать на любом другом фреймворке а почему бы и нет можно было написать с нуля а в любом случае если бы мы делали что то на другом фреймворке там большую часть тоже бы пришлось допиливать потому что то чего я расскажу нигде вот что целиком в коробке такого нету и наверняка мы решили я говорю умы наверняка они решили что лучше написать свое чем переделывать чужое плюс я не знаю друзья много из вас людей работают с американцами может мне просто с коллегами не повезло они дико не хотят учиться они вообще не хотят учиться то есть они слышат вот слова вот и они проходят мимо них и они решили что если они напишут свой фреймворк тому тогда учиться не надо будет ну потому что его как бы сами написали ну и такая у них была логика но работает ладно в общем в общем трайфос мы стырили этот логотип опять таки с как это все начиналось какой-то день мы сели на очередном редизайне мы посмотрели что сайты работают медленно почему они работают медленно там много всех причин и сервер медленно работает и поэтому решили сделать их быстрее решили сделать их быстрее с помощью того чтобы они больше варендерились на клиентской части не на сервере потому что они очень медленно решили что на клиенте будет быстрее а дальше появилась идея что у нас сервер отдает всю страницу а в принципе тому кто приходит на наш сайт вся страница не нужна у нас сайт показывает видео собственно это единственное место где эти видео можно посмотреть кроме тех которые там встырили и выложили на ютуб но насколько я знаю мы большой ссорим с гуглом и с ютубом и эти видео очень быстро удаляются то есть у нас на сайте можно смотреть видео например человек приходит смотреть видео ему вся остальная страница не надо то есть мы решили сделать приоритет у модуля грузить в какой-то модуль первый все остальные пускай подожду ну собственно да что из этого получилось это наша страница одна из сайт у нас есть плеер у которого есть приоритет минус 100 звучит удивительно но это самый высший приоритет чем меньше приоритет если он уходит в отрицательные числа значит модуль забрется быстрее почему так я не знаю вообще не знаю это выбивает всех это сбивает всех нормальных русскоговорящих людей с толку в принципе не только русскоговорящих наверно только один человек кто это придумал понимает почему она так работает соответственно приоритет 100 у сайта у модуля это самый низший приоритет ну и дефолтный приоритет 0 то есть когда мы сюда приходим у нас плеер загружается первее всего в том числе грузится весь сайт и вы удивитесь ну вот реклама у нас груз самый последний обычно мы так любим пользователей а как мы это сделали знаю чуть-чуть забегу вперед как у нас устроено ну в принципе как у всех кто может быть устроен есть какое-то количество скриптов которые умеют рендерить модуль модулю нужны его скрипты чтобы его отрендерить модулю нужны данные собственно и все и мы просто для модуля у которого выше приоритет его скрипты и его данные запрашиваем в первую очередь я вам скажу если загружать два модуля выигрыш небольшой там несколько миллисекунд там браузер может поддерживать несколько запросов одновременно но если таких модулей как на странице может быть 20 то на самом деле тогда видно что у нас последний модуль загружать все-таки на секундочку там три позже чем наш первый модуль а с учетом того что и сервер может отдавать подольше там всякие фиды особенно большие допустим для каруселей когда там больше ста видео то в принципе это вообще великолепно у нас видео играют а карусели там пускай все загружаются кстати да все кричат смерть карусели у нас сайт весь в карусели там только карусели вот есть видеоплееры карусели да а приоритет загрузки карусели есть? да нет я не думаю смотрю у тебя первые слайды грузится шесть штук а потом те загружаются да нет у нас загружаются первые двадцать элементов каруселька умеет леди лоб делать все ты тоже молодец но все равно так а это была наша следующая идея то есть мало того что мы чтобы ускорить страницу будем загружать только вот какую-то ее часть вот в первую очередь потом все остальное мы при переходе со страницы на страницу внутри сайта сделаем это как application у нас мы будем определять те модули которые у нас одинаковые и мы их оставим мы их не будем перерендрировать ничего а те модули которые меняются вот мы их будем менять соответственно все получится быстрее вот например я здесь привела к примеру вот если мы смотрим видюшечки вот смотрим это видео и потом перейдем на следующее то вот эти вот желтенькие модули они не перезагрузятся они останутся на месте а те которые не помечены желтеньким вот у них меняется контент и они вот как бы исчезнут на время и заменяются новыми тоже в принципе это очень ускоряет сайт особенно потому что у нас еще кэшируются скрипты фиды нас запрашивают ну в общем вообще получается очень круто как вот это мы делаем но мы как я уже говорила модуль характеризуется каким-то количеством у вас скриптов и данными которые он получает и тоже вперед наверное забегу у страницы есть конфигурационный файл манифест мы его называем и этот манифест содержит вот все что надо для того чтобы загрузились модули на странице и вот мы берем смотрим что у нас в манифесте пришел новый фид значит модуль новый модуль надо поменять для этого модуль пришел новый контент и мы его перезагружаем собственно весь мой остальной рассказ он будет такой же будет очень много слов логики и не будет кода опять таки по каким-то секвирным причинам это беда на самом деле давайте я вам покажу все как это работает да а Миша не в интернете Миша не в интернете Миша в интернете Миша в интернете хорошо все хорошо в каком в местном это как неудобно ну наверно стоит теперь рассказать что вообще к чему он почему и что он умеет я уже чуть-чуть оговаривалась на эту тему наш framework собственно там где он инициализируется что он делает он ищет ему нужен какой-то root элемент и ему нужна конфигурация страницы то есть те модули которые на этой странице будут нарисованы я наверное чуть-чуть соврала сказала что для модуля надо такое скрипты и feed для модуля еще надо его вместо на странице потому что какой-то layout grid для страницы наш фреймворк тоже нарисует для нашего сайта используется какой-то очень-очень простой сайт выглядит такими линеечками если вы посмотрите мы называем это тиры вот ну и в тире может быть слева и справа какой-нибудь модуль и все вот то есть он тиры нарисует если их нету и ставит туда модуль если его тоже нету этот layout легко можно переопределить если вдруг ну не случалось там писать какой-то маленький созец там чуть-чуть другой layout то есть просто переписывается джесс как это называется layout jet и они рисуют другой layout в принципе ему все равно ему главное чтобы где-то там он мог найти место для модуля вот в общем он нарисует этот layout а и в этот layout он нарисует модуль как он это сделает он возьмет скрипт для модуля у нас все сделано по-модному там MVC у модуля есть контроллер у модуля есть view а еще мы пошли дальше дальше и решили делать не одно view для модуля а делать и для компонентов у нас здесь вот нету таких модулей у которых явно видны компоненты а вот например здесь смотрите как все красиво вот есть header subheader header description это один компонент а дальше какое-то промо назовем это так картинка с подписью это второй компонент вот и все и получается этого модуля рисуются эти компонентики потом видите вот в этой карусельке например опять те же компоненты используются опять тот же header какой-то но только чуть поменьше и вот уже эти компоненты которые промо они уже здесь ну и соответственно для карусельки какой-то компонент есть и того у нас получилась библиотека компонентов сейчас там их на самом деле дико мало то есть сейчас у нас в библиотеке наверное штук 20 компонентов и то чего мы добились компонентами очень круто потому что сейчас ко мне приходят молодые студенты которые молодые вишневые хотят их надо научить этому трифорсу и я на первое время даже ничего им не объясняю не объясняю как работать трифорс не показываю вот этот вот сорс не объясняю что откуда берется просто показываешь ему знаешь вот смотри на этот модуль делай так же а вот здесь список тех компонентов которые есть вот ты их вставил и они у тебя будут вот так вот рендериться главное CSS правильно напиши да в принципе CSS уже там тоже написан почти под компонентом и все человек сел и и сделал вообще не понимая что происходит иногда задавая такие странные вопросы но факт в том что он это сделал это то чего мы добивались то есть чтобы чтобы не надо было думать наши коллеги и ребят не любят думать они и очень многие кстати не думают это делают уже три года работы это все не думают так ну наверное это все про модуль это все про как они рендерятся давайте я вам покажу про тот файл ну давай пока открывай спрашивай а получается у вас компоненты и вы получается у вас есть библиотека вы просто его вставляете в layout и у вас в работу то есть вы там ничего нового а если вам надо какой-то новый разработать вы просто делаете компонент новый для вставки в layout да да так и есть но не то чтобы в layout то есть компоненты вставляются в модуль вот а модуль вставляется в layout по идее у нас есть тестовая страница где модуль просто может отрендериться без всякого layout ну то есть layout модуль компоненты это такие разные вещи получается как конструкт я хочу открыть нет я хочу открыть консоль консоль да откроем консоль отлично спасибо большое Сорс. Так, да, вот посмотрим сорс. Вообще, я хотела консоль. Вот, а то вы увидите, как перезагружается страница. То есть, в принципе, я так и рассказывала. И все сломалось, да. Давайте вернем, как было. Да, кстати, для перехода между страницами используется HistoryJS. Ну, это, в принципе, понятно, ерунда. Сейчас мы перезагружаем. Вот, как выглядит наша конфигурация. Это Трайфорд Манифест Фит называется. Сейчас мы сделаем голову. В общем, этот Трайфорд Манифест Фит или Брат Манифест в первую очередь содержит информацию о странице. Это какой-то YOTA, LID. Это могут быть какие-нибудь нужные или нужные параметры. Он содержит какие-то CSS или Reddit. Собственно, почему мы используем Трайфорд Манифест? Вот этот вот Манифест, они привычный роутинг, который есть у многих фреймворков. Потому что, потому что мы не знаем, на какой странице надо будет какой модуль. За это нас отвечают продюсеры. Они специально обучены пользоваться CMS-кой. Они приходят в эту CMS-ку, перетаскивают туда модули, на каждую страничку. Им там все удобно, приятно. Какие модули они наперетащили, вот такие к нам и придут в этом Трайфорд Манифест Фит. То есть, модули могут меняться, и мы об этом не знаем. У какого модуля, нет у нее какого стандартного пути. Ну, естественно, это путь всего фида. А все модули у нас... Да, давай я это расскажу тебе сейчас. Все модули у нас расположены в зонах. У каждого модуля обязательно должна быть свое место на странице. Иначе он сломается. То есть, место на странице – это Москве. И есть какое-то количество глобальных модулей. Таких как футер и хедер. У которых местечко на странице оно зарезервировано. И опять-таки... Да, я даже не знаю. Ну, просто глобальные модули. Что про это сказать? Они не меняются на всем сайте, они не перезагружаются. На них даже не работают никакие проверки. Ну, просто быстрее работаем. Так вот, у каждого модуля есть его местечко. И вот оно. У нас есть фид. Если мы хотим что-то загрузить побыстрее, мы можем сразу передавать все данные, которые нам надо. У нас есть либо, которые нужны для этого модуля. Как я уже рассказывала, у нас... Да, типа MBC. Открывай. Лишь модуль JS. Там дальше будет какой-нибудь наверняка контроллер. Не вопрос. Не видно. Вот эти вот все скрипты, они отдельные. Хорошо... На самом деле, хорошо бы нам использовать что-нибудь вроде... requireJS, чтобы эти все скрипты контейнировать. Но, на самом деле, мы этого не делаем. Мы просто склеиваем все эти урлы. А наш сервер умеет по склеенным этим урлам отдавать сразу склеенные скрипты. Вот. Ну, наверняка, когда он будет выносить, это все заменится requireJS. Ну, а пока так. Вот. Ну, получается, мы пытаемся сохранить какую-то видимость OP. Сохраняя иерархию. Вот, например, модуль JS. Это наш родительский класс для всех контроллеров. Но при этом все-таки выиграем чуть-чуть на запросах. Для каждого модуля загружаются только те скрипты, которые надо. Да, сверни, пожалуйста. Дальше у нас есть его приоритет, который надо, зона, которая нужна. Ну и модуль драйвер. Имя модуля, собственно, потом будет по этому модуль драйверу искаться контроллер. Чтобы отрендерить этот модуль. Вот так вот оно все выглядит. И, знаете, оно все работало идеально вообще. То есть мы не паримся, к нам приходит этот JSON объект. Очень часто он у нас сетапится на странице. Ну, прям за хардкоден, чтобы никаких лишних запросов не отправлять. И все было очень сладко, пока, знаете, не пришли продюсеры и сказали, знаете, мы хотим редизайнить огромный-огромный сайт. Вот как раз тот, который на бэкграмме у нас, он очень большой. И вот прям, ну, очень много времени надо. Полгода всей нашей команде, чтобы его закончить. Но, знаете, мы хотим это сделать прямо сейчас. Ваш Triforce такой классный. Мы хотим, чтобы он уже начал работать на особо посещаемых страницах. И какие-то сложные модули мы тоже хотим заменить. И получается, что мы на том сайте, который был обычный сайт, сервер отдавал обычный HTML, и мы начали делать Triforce. То есть мы делали некоторые страницы, сказали, вы будете с Triforce страницами. Это заработало. Мы были удивлены, что мы просто так можем взяться и так кусок сайта сделать с сайтом с Triforce. Но они захотели дальше больше. Вот этот хедер, вот очень классный хедер был. И они захотели сразу заменить все, ну, этот хедер на всех страницах. То есть у нас есть не Triforce страницы, а вот хедеры, они хотят, чтобы он рендерился Triforce. Ну, собственно, мы так подумали туда и сюда. И знаете, я им чуть соврала, что для того, чтобы отрендерился модуль, нужен этот манифест. На самом деле, вот, когда мы рендерим этот сайт, нам сервер возвращает непустую страницу. О, Боже мой. Как сложно работать с чужим новым. Ну, что тебе надо? Мне надо выделить объект. Выделим так. Ну, язык, что-то там выделить. Вот. Сейчас мы это спрячем. В принципе, здесь уже начинает что-то появляться, да. У нас есть контейнер для объекта, у которого уже есть какие-то данные, которые сохранятся в дата-атрибутах, да. Ну, собственно, да. И мы посмотрели, что если мы возьмем и загрузим нашу страницу без Triforce-манифеста, но вот с таким вот контейнером, что он сначала загружается абсолютно пустым, а уже внутрь рисуется наш модуль. А там чуть-чуть поколдовав, буквально там изменим две-три строчки, и это начинает работать. То есть у нас получилась очень забавная фишка, мы сами этого не ожидали, но как-то мы так сделали круто, что мы можем рендерить наш Triforce-модуль на нет Triforce-странице. То есть нам, в принципе, не важно, где это есть и что. Главное, чтобы у нас был вот этот вот правильно объявленный контейнер с правильно объявленными дата-атрибутами, и тогда оно все будет работать. Вот, даже с кнопкой Back будет правильно работать. Ну, в общем, получалось все очень классно. Собственно, когда в следующий раз уже не продюсеры, а наши SEO сказали, знаете, что ваш Triforce, конечно, хорош, но у нас есть всякие роботы, гугла, которые вот у нас ползают по сайту, должны его правильно отображать. А такие сложные скрипты запускать они не умеют. И запускаю ваш сайт вот так вот, почему мы ничего не получаем? Ну, не по-божески это. Нельзя так. И какие-то модули нам все-таки пришлось оставить на каждой странице. Обязательно есть один модуль, который рендерится старым способом. Честно скажу, вот старый способ, значит, смарт. Мы используем PHP, да? И раньше мы все делали через смарти-шаблоны, собственно, к ним и вернулись. Почему смарт-шаблоны, почему мы могли использовать мастаж, например? Ну, я не знаю, друзья, не хотят ничего. Ну, собственно, это ничего нам не помешало сделать. То есть мы рисуем наш один модуль смарти. Давайте покажем, как мы его рисуем. Сночка. Сночка. Это на видео ПРЖ очень видно, потому что там наш плеер. Вот сразу без джаваскрипта загрузим. Не хочу без джаваскрипта. В общем, вот так. Лучше стало. Лучше? Да, вообще классно. Хочу, чтобы весь интернет такой был. Ну, в общем, он модуль есть. И даже, ну, хендеры, модуль, все у нас грузится из смарт-шаблоны. Это, конечно, никакой скрипт не работает. Клеера мы здесь не увидим. Но факт в том, что Трайфорс спокойно переваривает такое издевательство, когда у него есть модуль, который загружен непонятно откуда, почему там нарисован на странице. И при том, если мы перейдем на другой плеер, то уже другой плеер нарисуется нормально. Вы заметили, да, как оно было мгновенно? Такой птыщ. Да, мне тоже нравится. Я до сих пор в этом не верю. Что мы собираемся делать дальше? Я не скажу. Я не скажу. Нам еще осталось что? Нам осталось это все кэшировать, чтобы оно вообще было идеально быстро. Кэшировать скрипты. У нас появилась идея использовать для этого индекс ТДБ. Это сейчас вот в разработке. Скоро выйдет в лайк. Может быть, станет чуть-чуть быстрее. Есть еще более сумасшедшая идея. Это предзагружать какие-то скрипты. У нас есть очень хорошая статистика, с какой страницы, куда кто идет. И какие-то скрипты для модуля можно предзагрузить, чтобы они уже были. И потом, когда человек придет на эту страницу, они сразу и выполнятся. Не надо ничего ждать. Что еще с этим можно сделать полезного? Ты видишь? Обалдеть просто. Вот так показать не хочешь. Только видос один и тот же. И на самом деле, знаете, что обидно? Вот мы сделали, что оно все так круто загружается. А вот видео, вот если бы оно играло, оно будет вот с этой крутилочкой буфериться, крутиться еще секунд 15 в лучшем случае. Плеер – это наше слабое место. Он не наш. Вот мы его используем. Есть команда, которая его разрабатывает. И он портит вообще всю малину. Что я вам еще хотела рассказать? А, еще хотела похвалиться, что у нас получилось оно столько круто, что вот прям наш проект выиграл тендер. И мы выиграли тендер на то, чтобы переделать еще топку сайтов на этот трейфлор. Поэтому это точно не будет стоять на месте. Это будут развиваться. А костыли, которые сейчас внутри есть, я же говорила, что это какой-то партс подрассказывает. То есть оно работает, но там есть свои нюансы. Они будут исправляться. И все это будет хорошо. Наверное, я вот на этом остановлюсь. Давай вернемся, что-то у меня по презентации дальше. Ага, так это и все, смотрите. Ты очень хорошая девушка. Я подписана на нее в инстаграме. Я всегда такие приятные картинки рассыпаю. Я стараюсь всем показывать, кому пока могу. Всем спасибо, я надеюсь, я принесла толику хаоса в ваше голову. Поставила задуматься на чем-нибудь. Ваши вопросы, пожалуйста. Вопрос. У меня такое сложилось впечатление, что вот вы рассказывали, рассказывали, а все немного избавиться от мысли, что вы не любите этого пара. Ну, Трайфорсов это, это да? Объясню. Смотри, я вот упоминала. Я его обожаю. Он вообще настолько великолепный. С учетом того, что я, ну, достаточно плотно участвовала в его разработке, он настолько хорош, насколько я в нем работала. Ну, еще там пару человек с моей командой. Проблема в том, что его разрабатывают еще и американцы. И вот с ними, ну, я уже на них жаловалась. Может, это моя личная с ними не приедет, мы никак не можем с ними найти общий язык. И я не считаю, что то, что они делают, они делают круто. Мы всегда занимаемся тем, что за ними исправляем. И поэтому вот, когда я про это говорю, у меня вот всегда есть такая вот мысль сзади, что вот мне стыдно будет показать вам этот код, понимаете? Он делает крутые вещи. Он действительно крут, но он мог быть еще круче. Он мог... Да? О, что ж, что-то говорить. Ну, да, пожалуйста. Любим настолько, насколько сам блажен. Ну, может быть. А можно просто суммировать, для какого рода проектов использовать? Для какого рода проектов? Ну, смотрите, если у вас есть огромное количество сайтов, вот как у нас, их, я честно считала, их, естественно, больше десяти, которые делают, в принципе, с большего одни и те же люди, ну, в смысле, дизайнеры, и контент для них делают с одними и тем же людьми, и они различаются только какими-то нюансами, то вот здесь Triforce вообще не заменим, потому что ты его просто запиливаешь на проект, и он работает. Ты расправишь CSS. В принципе, для каких-то аппликейшенов, ну, наверняка, не очень. Я бы сказала, что он хорош для сайтов. Вот, в принципе, хорош для сайтов, где они очень сильно нагружены медийно, но тебе обратили внимание на соединить сплошные картинки или видео, или, а еще, не дай бог, там, вот начинаются социальные сети, а еще там есть реклама, а еще там есть, боже, сколько там всего грузится за раз, и если вам надо вот это вот все как-то попытаться приоритизировать, чтобы все-таки человек получил, ну, хоть что-то удовольствие, то тогда здесь стоит Triforce. Если вы что-то делаете маленькое, которое, ну, в принципе, и так быстро грузится, он вряд ли вам даст большого выигрыша. Ну, да, а что насчет прыгающего контента этого постоянного? Это не очень хорошая часть Triforce. Это легко правиться CSS-ом, если задаться вот такой целью и внимательно посмотреть, то это можно исправить. Ну, как бы, если на странице подгружается динамический контент, и ты не знаешь высоту этой страницы, то, да, она будет как-то разъезжаться, назовем это вот так, прыгать прям. Ну, прям не фантазия, черт возьми. Скоро делает это с радугой и единорогами. А как сейчас кэширование работает кусочков страницы? Просто сохраняется переменную? Ну... Ну... Сейчас попробую объяснить. Сейчас оно не работает, потому что кэширование кусочков переменных... Нет, наверное. Я думаю, что контент не загружается повторно. Да, он не загружается повторно. Значит, он сохраняется. Ну, конечно. То есть, те скрипты, которые загружаются, там есть объявленные контроллеры. Что это еще? Ты еще какие-то куки? Их очень много. Local Storage. Я просто как сильно поишу, я с application работаю еще. Там сейчас ничего нету. Local Storage там загружают. Ну, там, естественно, они не привыкли. То есть, запрос все равно делается, контент опять остается. Нет, так кусок контента перегружается. Да, то есть, какая-то часть надо видос перегрузить, получается, для каком видоса еще. Хорошо, ты перешел на новую страницу. Где осталась старая? Все загружены скрипты, все уже. Все загружены скрипты. Все страницы не перезагружаются. Все перезагружаются. Это mail пропадает. Да, конечно. Откуда он появляется? Здоровый скриптальный. Да, он самолет не загружается. У тебя есть шаблон, у тебя есть контроллер, у тебя все, что есть, логика перерисовки, шаблонизатор прямо на клиенте. Скорей, что ваш шаблон, те, кто вытащит email. Джейси, наверное. Ну, смотри, у тебя есть 8-й модуль, и у него есть метод render. Он первый раз вызвался с такими данными. Надо тебе перевернуть 35. Это 8-й модуль, вызывающий метод render с другими данными. Он удалит старые или пустимые, или нет, это эндритное. Куда девается старые, и не знаю, попадает в лучшие нервы. Тогда при удалении этих шаблонов, и вендхендеры все тоже удаляются? Да, не удаляются. Вот у нас есть трюк, у нас есть хороший метод, он мы используем jQuery, да? Ну и bov тоже, соответственно. Нет, у модуля есть его контейнер. Ну, вот этот вот, который содержит все даты, атрибуты. Вот он не удаляется. Он остается, там переписывается нужная дата. Слушай, что я делаю? Кажется, что делится хендер? Ну, а как иначе? Новый повесится. Вот. Ты меня запутал. Это у нас в другом месте остается ко мне. Зачем нам старый июнь? Не за чем. Там мы так делали для карусели, когда мы там чуть перерисовываем карусели, вот там мы не удаляем его из них хендер. Спрашивай, пожалуйста. Что, если я манифеста руками начну? Подожди, стой, молодой человек. Хватит. Мы сзади. Сзади уже пытаются спросить. Третий раз. У меня в архитектуре вопрос. Получается, компоненты не могут переспользоваться в разных модулях? Или нет? Да, компоненты могут использоваться в разных модулях. То есть ты говоришь, что в этом модуле есть хендер, там, бла-бла. Ну вот, я в этом и говорю, что если, допустим, завязать компонент в пяти разных модулях, а потом там в двух модулях надо будет его поменять. Получается, нам надо только рассиживаться и создавать новые модули, заново перепривязывать эти компоненты. Не будет ли это слишком демор? Давайте я еще раз переспрошу, чтобы быть уверены, что я поняла вопрос. У нас есть пять модулей, которые используют один и тот же компонент. И нам его надо поменять в двух из пяти. Мы идем в конфигурацию модулей, то есть это вот у них внутри валют. Это ваш компонент. То есть внутренний компонент, добавить какой-то HTML-компонент. А, то есть это станет другим HTML-компонентом? Ну, то есть, получается, у нас создавались другие HTML-компоненты. Да, но это, знаешь, это речная боль. Или мы создадим ив, которых потом станет 100 и таким деревом. Или мы будем создавать аккуратненько или версии компонента, или просто отдельные компоненты. Это уже такая, не знаю, философия, что ли. Просто нельзя было все сделать из компонентов, не из ботов. Тогда не пришлось бы вот этой перепрязкой. Ну, как мы будем говорить о том, Но я тебе скажу, что у нас все модули, они из большего сделаны из компонентов, кроме каких-то совсем специфических типа хедера. Ну, там сложно его разбить на компоненты. И большинство модулей, естественно, состоит из какой-то такой вьюхи контейнера для модуля, который эти компоненты располагает по нужным местам и компонентов внутри. То есть, если ты... Я, наверное, не понимаю вопроса. Я отвечаю, не понимаю, что... что я не знаю, что я спросил, что я спросил, а потому что на сам... Потому что у нас контроллер для модуля. У модуля есть целое, цельное поведение, независимое от остальных модулей с большего на странице. Он там как-то реагирует на клики, на кнопочки, там как-то меняются эти штуки. И поэтому у него есть свой контроллер. А компоненты это просто визуальные кусочки модуля, которые в остальных модулях повторяются. У них нет своего такого цельного поведения. Вроде бы, создаете новый инстант каждый раз или нет? Понятно. Модуля? Модуля. Модуля, да. Рассказывай. А модули между собой могут общаться? Да, они могут между собой общаться. У них, конечно, есть две возможности для этого. Первая возможность вообще вот как делают приличных приличном существе у них есть ивенты. То есть один модуль куда-то этот ивент выбранул, второй может слушать, может не слушать и как-то реагирует в принципе. А как все и должно быть? На EPS, пожалуй, американцы необычаемы, поэтому очень часто в некоторых модулях некоторые связи закодированы, ну, просто хардкожины, что, допустим, у нас в видеоплеере есть ссылка на комменты. На нее кликаешь, и он скроллит вниз комментом. И вот в видеоплеере это просто там вот, что у нас комменты это вот такой-то модуль. прям классный может, потом можно больше флэриселектора выбрать. Но ивенты работают. И приличные люди пишут через ивенты. Ну, наверное, все, раздавая книжки, задавая книжки, еще вопросы. Да, раздавайте. Три верхних твоих. Окей. Так. Слушайте, здесь есть одна с космосом. Наверное, человек, у которого я спрашиваю, куда одевается модуль. в тему или в космосе. Потом смешиваем буквы. Человека, который меня очень часто перевела из-за хороших вопросов. И самый первый вопрос очень много очень человек. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.